Доброе утро! Уже сегодня стартует набор в Школу юных пилотов в Сургуте. Такой масштабный проект авиационный, который проходит при поддержке фонда гражданских инициатив ЮГРЫ, региональное отделение Российского военно-исторического общества. Приглашает всех желающих пройти первоначальную подготовку, летную подготовку за штурвалом виртуальных самолетов Як-52, которые любезно предоставлены нам, компанией ДКС. И обучение, полетом на которых будет проходить непосредственно при участии летчиков пилотажной группы Барса. Кто может стать участником? Фактически все желающие, как вы правильно отметили, даже первоклассник может сесть за штурвал настоящего учебно-пилотажного самолета. Предполагается, что будет на этапе отборочных соревнований сформировано несколько групп участников и по возрасту, и по полу. В том числе будут и сформированы женские команды, но тем более, что у нас пилотажная группа единственная в России. И непосредственно в ходе подготовки, в ходе обучения полетов на самолетах Як-52 будут проведены отборочные соревнования уже на последнем этапе в середине декабря, в результате которых будут выявлены лучшие. И вот уже эти лучшие получат право не только научиться летать на самолетах Як-52 виртуальных, но и смогут сесть за штурвал настоящих боевых Як-52 на аэродроме Боровая. Слушайте, ну круто. Что касаемо всех этих, это что, это симуляторы всех этих умных штуковин, которые помогут тем, кто придет. Что это за приборы такие? То есть это просто клавиатура и компьютер, и монитор, или это что-то прям специальное? Нет, безусловно, это что-то специальное. Фактически перед курсантом установлено джойсик, на котором не просто есть возможность отклонения ручки управления самолетом, так называемым РУС, но и управление РУДОВИ, это ручки управления двигателями, которые позволяют получать реальные первоначальные навыки управления настоящим самолетом. То есть плюс еще высочайший уровень детализации, который достигнут российским разработчиком, компанией ДКС, позволяет реально погрузиться в атмосферу, доступную настоящему реальному летчику. Поэтому, безусловно, это такой интересный, захватывающий навык, который большие настоящие пилоты также получают на авиационных тренажерах, будь это те, кто проходит первоначальное обучение в гражданской авиации или даже в военной. То есть все максимально приближено к реальности? Да, сейчас мы увидели как раз кадры этих симуляторов, этих тренажеров. Но какие фигуры пилотажа будут присутствовать? Или пока это только лишь основная база? Сесть, взлететь и потом приземлиться? Вы знаете, я думаю, что те, кто летает, согласятся со мной, что самое сложное в полете и самое важное... Выбрать курица или рыба? Это пасадка. Сверткую петлю и даже сваливаться и выходить из штопора. Но, тем не менее, еще раз напомню, что самое сложное для юных курсантов, я убежден, будет освоение именно посадки. Правильной, четкой, безопасной посадки. Ну что ж, нам осталось лишь одно. Давайте пригласим, еще разочек напомним для всех, где вас найти, как к вам попасть и записаться. Мы предлагаем всем в социальной сети ВКонтакте находить группу, пилотажную группу Барсы. Вся информация там размещена. Плюс можно прямо непосредственно через этот аккаунт, соответственно, и записаться. Или можно просто пойти в школу английских языков, в тот самый Биг Бен в Сургуте, непосредственно, лично, уже для подготовки, для получения навыков в школе юных пилотов. Ну что же, спасибо вам огромное, что вышли с нами на связь. Хороших пилотов. В общем, хорошо приземлиться всем. Вам спасибо огромное, что вышли с нами на связь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok